Наличие трудового отпуска, оплата больничных и компенсация в случае травм. Эти и другие социальные гарантии работнику даёт только официальное трудоустройство. Именно поэтому одной из первостепенных задач, стоящих перед налоговыми органами, является выявление и пресечение случаев использования неучтённых трудовых ресурсов и связанных с ними нарушений. В ходе рассмотрения обращения, поступившего в инспекцию от физического лица, было установлено привлечение индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю путём заказа товаров по почте и через сеть интернет, наёмного работника, без заключения соответствующего договора, в обязанности которого входила реализация товаров и размещение рекламы в сети интернет. Тем самым индивидуальным предпринимателям нарушен пункт 2 указа президента Республики Беларусь номер 285 от 18 июня 2005 года, что явилось основанием для привлечения индивидуального предпринимателя к административной ответственности по части 3 статьи 13.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Аналогичная ситуация была выявлена и у другого индивидуального предпринимателя, которым при осуществлении строительных работ привлекались физические лица без заключения с ними трудовых или гражданско-правовых договоров. Общая сумма дохода, полученного от осуществления запрещенной деятельности, составила более 143 тысяч белорусских рублей. С учетом обстоятельств, представленных индивидуальным предпринимателем, постановлением экономического суда Брестской области, в отношении него применена санкция в виде штрафа в размере 20 базовых величин с конфискацией 5% суммы полученного дохода, что составило свыше 7 тысяч белорусских рублей. Используя серые схемы и не оформляя официально сотрудников, работодатель преследует одну цель – избежать уплаты налогов. Но, как показывает практика, желая обмануть закон, чаще всего обманывает сам себя.